Полезный город Наша задача его беречь, корректировать, сохранять. Мы знаем, что обследование вообще можем пройти в поликлинике, но государство позаботилось о том, чтобы мы делали это регулярно. Даже у людей в хорошей физической форме могут быть различные факторы риска или какие-то заболевания могут быть обнаружены на ранней стадии. Целью диспансеризации является обследование здоровья гражданина и выявление факторов риска заболеваний, выявление заболеваний на ранней начальной стадии и также предупреждение хронических заболеваний, рекомендации профильных специалистов и дальнейшее уже поддержание здоровья и оценка в том числе динамики здоровья. В этом году в программе диспансеризации есть в том числе инновации, кроме общих обследований, которые были и ранее. То есть диспансеризация делится на несколько этапов. Первый этап – это оценка здоровья по общим анализам, крови и так далее. Добавлена в этом году оценка репродуктивного здоровья как мужчин, так и женщин. Это, видимо, к году семьи, да, у нас приурочено? В том числе и к этому. Ну и вообще самое ценное в государстве – это люди, граждане. Президент страны неоднократно нам говорит в последние годы, что нормой должна стать многодетность. Да, да. Как организована диспансеризация? На первом этапе проходит диспансеризация общей анализы, общие обследования, в том числе и ЭКГ, флюорография и так далее. А дальше уже при необходимости, при выявлении факторов риска для здоровья, гражданин может быть направлен на второй этап диспансеризации для… Более подробного, да, изучения? Да, более детальных обследований, консультаций узких специалистов и так далее. Проводится на первом этапе обязательно анализ на онкомаркеры. То есть, если есть у гражданина какие-либо факторы настораживающие или проявление онкологии, на ранних этапах онкология лечится порядка до 90%. Мы говорим, кто может проходить диспансеризацию. Диспансеризацию проходят граждане с 18 до 39 лет один раз в три года, а начиная с 40 лет диспансеризация доступна гражданам каждый год. Причем работодатель оплачивает один рабочий день сотруднику для прохождения диспансеризации, а граждане предпенсионного возраста или работающие пенсионеры, им государство гарантирует два оплачиваемых дня для прохождения диспансеризации и профмероприятия. Важно подчеркнуть, что сам гражданин ничего не оплачивает. Вся программа диспансеризации реализована в рамках обязательного медицинского страхования и она для гражданина бесплатна. Предлагаю перейти к теме диспансеризации детского населения. Как здесь устроена система, как она работает? Примерно так же организована, как и у взрослого населения. Для детей до 18 лет в системе обязательного медицинского страхования предусмотрены плановые профилактические медицинские осмотры. Они также проводятся для раннего выявления патологических состояний, заболеваний, факторов риска, определения группы здоровья. Также оценка есть или нет у ребенка, противопоказания к занятиям физкультурой. И обязательно вырабатываются и доводятся до родителей рекомендации, как скорректировать при необходимости развитие ребенка. Потому что здоровье закладывается с самого детства и важно, чтобы оно было заложено крепким фундаментом. Дети и подростки совместно с родителями обязательно должны посещать врачей? В присутствии родителей. В присутствии родителей или законных представителей, как это принято говорить. Обязательно. Все мы знаем прекрасно, что техническая мысль не стоит на месте. Электронные документы, оборот, широко внедряется. И электронные копии документов. Есть ли уже электронная версия полиса обязательного медицинского страхования? Да, спасибо за этот вопрос. Цифровизация – общий государственный тренд. И в том числе это коснулось и системы обязательного медицинского страхования. С декабря 2022 года в системе ОМС доступен и цифровой полис обязательного медицинского страхования. Что он собой представляет? Как правило, это выписка, содержащая в том числе штрих-код, в котором закодирована информация о гражданине, номере его полиса. Этот документ, чем удобен, его можно хранить в смартфоне. Можно, опять же, есть портал Госуслуг, всем нам известный, через который при подтвержденной записи, в учетной записи на портале Госуслуг уже гражданину доступны многие сервисы, в том числе и в системе обязательного медицинского страхования. То есть запись врачу также, и он может увидеть, вспомнить, куда он ходил, каких врачей посещал, какую медицинскую помощь он также получал. Оформление цифрового полиса ОМС, оно особых трудностей, видимо, не вызывает, да? Процедура точно такая же. Для оформления полиса обязательного медицинского страхования на сегодняшний день, в том числе и в электронном виде, нужно соблюсти те же процедуры или такой же порядок, как и раньше сохраняется. То есть это посещение офиса в страховой компании, также есть возможность оформить полис в офисах многофункциональных центров. И добавилась еще одна возможность, это подача заявления о выборе замене страховой медицинской компании или о переоформлении полиса в случае изменения фамилии, да, при замужестве, через портал Госуслуг, имея подтвержденную учетную запись на этом портале. Ну, через Госуслуги можно еще и непосредственно записаться на прием к доктору, и этим жители нашего города, как и в страны в целом, я думаю, все активнее и активнее пользуются, потому что это удобно, не так ли? Да, это очень удобно. Дистанционные сервисы очень серьезно в нашу жизнь упрощают, облегчают. Да, есть возможность записаться на прием как к участковому врачу, так и к врачу по какой-либо узкой специальности, через портал Госуслуг, также есть еще приложение к врачу. И вот что еще, какую особенность даже для себя отметил, можно записать на прием также родителей. Можно. И детей, и родителей. Ну, с детьми более-менее все понятно, но вот, допустим, если родители уже достаточно в таком хорошем возрасте, сложности со всеми новыми информационными технологиями, то здесь эти дистанционные сервисы, как портал Госуслуг, так и приложение к врачу позволяют осуществить их запись уже их детям. Спасибо. Благодарю за эту полезную информацию. Андрей Динер, руководитель кировского филиала «Сагас Мед». Спасибо. Хочется пожелать слушателям крепкого здоровья, а также уверенности в том, что все их законные права и интересы будут при необходимости защищены страховой компанией «Сагас Мед». Всего самого доброго. До свидания. Спасибо. Полное наименование организации «Акционерное общество» страховая компания «Сагас Мед».